Преодолели колею, раскишу почву и крутые спуски. В Новом Уренгое прошли зрелищные гонки на внедорожниках «Болотные тропы-2021». В соревнованиях приняли участие 18 экипажей. В их составе самые отважные и выносливые северяне с большим опытом внедорожной езды. К примеру, чтобы испытать новоуренгойскую трассу, экстремалы из Салихарда проехали 600 километров, а один из участников на соревнования отправился прямо из самолета. Подробнее об этом расскажет Алена Ядни. Один, старт! Преграды нипочем. На старте те, кто не боятся трудностей. К региональным соревнованиям внедорожных автомобилей «Болотные тропы-2021» участники готовились основательно. Установили колеса увеличенные, шнурки для того, чтобы можно было поплавать, лепетку. Ну и остальные секреты маленькие, маленькие, но секреты. Расскажите, а вот после гонки машина требует каких-то вложений? Смотря как ездить. Есть и те, кто подготовить машину не успел. Константин Ушаков на трассу попал прямиком из самолета. Он специально прилетел на соревнования, чтобы вновь испытать азарт от преодоления препятствий. Признается, гонки по бездорожью – многолетнее увлечение. Решили стряхнуть стариной. Как бы, можно сказать, с детства увлекаемся этим занятием. И со штурманом одни из начинающих, так скажем, в этом городе. Трудная и долгая ночь перед стартом выдалась и у Евгения Евдокимова и его товарища. На соревнования они приехали из Салихарда. Совсем недавно они откатали трассу первого фестиваля внедорожного туризма за гранью дорог в окружной столице. Мы сами из Салихарда приехали. Это 600 километров. Мы сегодня всю ночь ехали специально, чтобы познакомиться с людьми, с единомышленниками, чтобы пообщаться в этой атмосфере. У нас у самих недавно соревнования проходили, мы также участвовали. Вот ребята сзади из Надыма стоят, тоже к нам приезжали. Значит, за развитие данного вида спорта это очень увлекательно, интересно. Ну и есть лишняя возможность хоть и же путешествовать куда-нибудь. Это локация стала хорошей встряской для водителей. Хотя с виду всё просто. Сначала нужно спуститься, затем подняться. Одно «но». Такая машина весит порядка трёх тонн. И исход зависит от профессионализма не только водителя, но и штурмана. Давай, давай, давай. Ну, зацепились, опустились, отфотографировались. Взяли точку. Всё, класс. Всё, огонь. Всем спасибо. А вообще страшно было спускаться, подниматься? Да нет, нет. Брали и хуже. Брали хуже. Адреналин зашкаливает у всех. Спортсмены преодолевают всё. Болото, брод, брёвна, раскишившие почву. Осенняя распутица сделала эту трассу ещё тяжелее, а значит, интереснее. Весь маршрут – 15 километров. В трофериде участники проходят специальные точки, а своё пребывание фиксируют фотоснимком. По разным классам разные условия. Соответственно, если это класс стандарт, это практически полустандартный автомобиль без лебёдки определенного диаметра колёс. Если это автомобиль класса экстрим, это определенный размер в дюймах колёс, это уже лебёдка, это шнорки или всё остальное. Класс спорт – это боевые машины, подготовленные для серьёзного бездорожья. От 36 дюйма размер колёс, со всеми возможными блокировками, лебёдками. То есть машины подготовлены профессионально. Один из самых эффектных моментов – грязевые процедуры. Без силы, смекалки, а ещё подручных средств выбраться практически невозможно. В экстремальных соревнованиях лидировали новоуренгойцы. Среди участников стандарта первым пришёл экипаж Владимира Гайденко. В экстриме лидировала команда Николая Лисановича, а в спорте выиграл экипаж Андрея Васильева. После соревнований автомобили требуют хорошего ремонта. Ломается раздатка, редуктор, мост. Список можно продолжать бесконечно, но участники признаются – гонки по бездорожью того стоят.